Доброе утро, дорогие телезрители! Зара Исинаман и Чингис Капин приветствуют вас в эфире программы «Хайрлы Тан». Чингис, ты когда-нибудь проходил тест на IQ? Я не встречался с этим тестом никогда. Почему спросила? Потому что именно сегодня, 11 августа, правда, в 1946 году, родилась американка Мэрилин Фос Савант, обладательница самого высокого IQ в мире. Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске нашей программы. Сегодня в программе «Хайрлы Тан». Надо ли изучать теорию Дарвина, мелодии, шамши Колдаякова и народная музыка? Что мы можем сделать для наших дворов? Опыт шамкента. С хорошим гостем, как говорил Достоевский, и поговорить любопытно. Самое древнее событие, произошедшее 11 августа, зафиксировано в 3114 году до нашей эры. Это начало длинного счета в календаре майя. Да, вокруг этого события было много различных спекуляций, чего только не приписывали древним жителям до Колумбовой Америки. И совершенно напрасно, зато самое поразительное событие 11 августа организовали не древние, а современные законодатели штата Канзас. В 1999 году они запретили преподавать в школах эволюционную теорию Дарвина. Сложно, конечно, понять их логику. С помощью тестов на IQ измерить ее невозможно. Зато вполне логично, что в этот день, в 2009 году, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке открылась казахстанско-японская выставка «Нет ядерному оружию». Мероприятие также было приурочено к 20-летию прекращения ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и создания международного движения «Невада-семей». В этот день целый ряд стран отмечают дни, так или иначе связанные с их национальной независимостью. Армения, Зимбабве, Латвия и Чад. А в Греции вспоминают отважных спартанцев, вступивших 11 августа 480 года до нашей эры в бой с огромной персидской армией в ущелье Термопилы. «Ни в шагу назад! Стоять насмерть! Насмерть!» «Триста спартанцев. Нас ждет тяжелая ночь». Ну а все моряки вспоминают, что в 1909 году впервые был подан сигнал «СОС», который с тех пор, за столетия с лишним, спас жизни десяткам тысяч терпящих бедствия на море. 20 лет назад в урочище Жидибай был открыт мемориал «Мавзолей Абая и Шакарима». Это большой архитектурный комплекс, созданный Беком Ибраевым. «Мавзолеи Абая и Шакарима» выполнены из мангышлакского белого кирпича и возвышаются над землей один на 37, другой на 35 метров. Разумеется, они имеют не только культовое значение. Они напоминают сегодняшним жителям окрестных регионов, а также всем путешественникам о великих деяниях предков. Наследие предков играет большую роль в культурной жизни современного человека. Прямо сейчас сюжет на эту тему. Народно-профессиональная песня – выражение самобытности и национального своеобразия казахской музыкальной культуры. Композиторов, создававших эти произведения в XIX веке, называли «салами» и «серая», прибавляя такие приставки к их именам, что подчеркивало их принадлежность к особой категории людей искусства в казахском обществе. Первое упоминание о «салах» и «серая» в научной литературе как об экстравагантных людях эпикурийского толка мы находим у фольклориста Затаевича, который дает им подробную характеристику. По исследованиям многих ученых, прототип «салов» и «серая» сформировался в недрах воинских союзов, членов которых отличал высокий социальный статус, бесстрашие в ратном деле и богемный образ жизни. По сути, «салы» – это те же странствующие певцы-рыцари славянских народов Восточной Европы с их любовной лирикой и посвящениями дамам сердца. «Салы» и «серая» определяли в обществе молодежную культуру, их творчество и стиль жизни отражали сферу интересов зрительской аудитории до 25 лет. Функция их не ограничивалась исключительно развлекающей, вторая сфера их деятельности была воспитательной – привитие молодежи, навыков и основ степного этикета. Но форма подачи этих основ зачастую была подчеркнута игровой, театральной. «Салы» были эстетами и всегда эффектно преподносили себя. Приезжали в аул и посылали с вестью о своем прибытии. Встречали их молодые девушки, которые помогали спускаться с лошадей и получавшие от прибывших салов памятные сувениры. «Салы» носили яркие одеяния, часто несоответствующего размера. Если не было ничего яркого, они одевали одежду наизнанку, как символ своей инаковости и неподчинения устоявшимся канонам в обществе. В народе до сих пор любимы и почитаемы имена Ахана Серая, Мухита, Ибрая, Осета, Сега Серая и Биржан Сала, чьи произведения считаются классикой традиционной казахской музыки. 11 августа ознаменовано многими важными датами в истории кино. В 1926 году компанией «Кодак» были начаты работы по созданию цветной кинопленки. В 1969 году на экраны вышел лучший, по мнению многих, фильм о советских школьниках и учителях «Доживем до понедельника». Кстати, он был черно-белый. Видимо, надеждой и упреком Служит человеку ровно. А в 1973 году по центральному телевидению начался показ сериала «17 мгновений весны», поставленного режиссером Татьяной Леозновой по повести Юлиана Семенова. И он тоже был черно-белым. «Вы что, с ума сошли, Штирлиц?» «По-моему, мы все под колпаком у Мюллера». «Я вам сюрприз приготовил». «Этот Штирлиц, он лихо работает». «Неужели вы и впрямь считаете меня русским резидентом?» Этот фильм стал поистине культовым. А для меня «17 мгновений весны» – это прежде всего прекрасная музыка чувственного и настоящего музыканта, композитора Таревердиева. Ну что, давай тогда поговорим о музыке, о творчестве, о композиторах. «Я знаю, между прочим, совсем скоро будет отмечаться 85-летие, если я не ошибаюсь, нашего народного композитора, любимого Шамши Калдаякова». «Очень люблю его композиции, особенно в исполнении народной артистки Республики Казахстан Нуржамал Усенбаеву. Например, песня «Арс Жагасанда». Прекрасная песня. Наверняка многие казахстанцы хорошо знают его произведения, но уверены, что в разной степени. Я знаю, что Куралай Ташкенбаева, автор рубрики «Блиц-опрос», заинтересовалась этим вопросом. Давайте узнаем, что ей удалось выяснить. 15 августа талантливому сыну казахского народа, выдающемуся композитору, народному артисту Казахстана, Шамши Калдаякову, исполнилось бы 85 лет. Великий музыкант родился в Атарарском районе Южно-Казахстанской области. Будучи выходцем из музыкальной семьи, будущий композитор уже с раннего возраста стал сочинять музыку и писать песни, играя на мандолине. Его называли «музыкантом от Бога» за то, что он мог моментально воспроизвести все, что слышал, и импровизировать. Шамши Калдаякова в народе называют королем вальса. Поскольку много популярных песен, композитору было написано в жанре вальса. Среди них полюбившиеся народы такие композиции, как «Цыганская серенада», «Вальс радости», «Где же ты», «В объятиях счастья» и многие другие. Шамши Калдаяков является автором многих и лирических песен. В творческом багаже композитора более полусотен песен. В своей музыке он мог описать любые чувства человека. Любовь, дружбу, радость, грусть. Тем самым с необычайной легкостью передавал настроение целых поколений. В 26 лет он написал свою первую нашумевшую песню «Мой Казахстан» на слова 21-летнего поэта Жуметина Нажмеденова. С тех самых пор композиция не просто стала патриотической, но и в большей степени служила народным гимном казахстанцев. В дальнейшем так и случилось. В январе 2006 года песня «Шамши Ага» впервые прозвучала в качестве государственного гимна Республики Казахстан. А что знают наши соотечественники о знаменитом композиторе и какие произведения у всех на уста, мы узнаем из нашего Блиц-опроса. Какого композитора мы называем королем казахского вальса? Шамши Халдаяков. Назовите известные музыкальные произведения «Шамши Халдаякова». Кто является автором музыки действующего гимна Казахстана? В каком возрасте была написана композиция «Мой Казахстан»? Ну, наверное, около 30. 26 лет. 26, 27. Ну, предполагаю, что в преклонном возрасте. Честно, тоже не знаю. Примерно 35. Не знаю, сейчас. Музыка, ну, наверное, в юношеские годы. Где родился и вырос великий композитор? В Шамши Халдаяков. В западной области. В Южном Казахстане. В Южной Казахстанской области. Да, не знаю. В Казахстане. В Шамкет, наверное. В Южно-Казахстанская область, Утражский район. И снова доброе утро, дорогие друзья. У нас в студии новый гость. Это Анна Шелепова, журналист и общественный деятель, руководитель общественного фонда «Спортконцепт». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Очень рада приветствовать. Расскажите, пожалуйста, с чего началась ваша деятельность? Как вы вошли в социальные проекты? Вы знаете, на самом деле идея не новая. Я думаю, что в каждом дворе в той или иной мере сталкиваются с проблемой отсутствия детских площадок. То же самое было и в нашем дворе, когда был заброшенный пустырь. У всех есть дети, но при этом детям совершенно негде играть. И что мы сделали? Мы решили его благоустроить. Мы залили каток во дворе и неожиданно обнаружили, что огромному количеству детей это просто необходимо. К нам за первую же зиму пришло очень много детей до 3000 посещений. За первую зиму мы зафиксировали. И уже на следующий год мы не смогли остановиться. Мы продолжили заливать каток. Со временем мы организовали дворовые секции по хоккею, по бенде, по фигурному катанию. Но самое главное, ради чего мы это сделали? Ради наших собственных детей. Сами родители. А какие были сложности при создании этого катка? Может быть были? Мне кажется, что вы сейчас так рассказываете, очень интересно. Появился каток, куча детей, здорово. А наверняка это было все-таки сложно. Что такие сложности? На самом деле очень много. Я говорю об этом с улыбкой, потому что я уже прошла Крым и Рим, и мне уже, наверное, ничего не страшно. То есть сложности были с самого начала. Во-первых, нам не верили. Ну зачем людям что-то делать? Нас считали как минимум сумасшедшими. Они говорили, что мы решили сделать какой-то там бизнес. Прибегали бабушки, которые кричали, вы здесь построите парковку, вы здесь построите автомойку. Но у меня муж с классным чувством мембра, он говорил, да-да, мы построим автомойку. Это же хорошая идея. Они тут же падали там в обмороке условные. Я говорю, Леша, пожалуйста, не надо с ними так шутить, мы не сможем им потом объяснить. Но со временем стало все больше и больше появляться людей, которые присоединялись к нам в качестве волонтеров. Вообще-то это сами родители, которые строят, до сих пор благоустраивают этот двор и площадку для своих детей. Это очень круто. Те люди, которые продолжают нам не верить, хотя коток стоит уже три года, они со временем стали нашими первыми соратниками, помощниками. Те же бабушки, которые были страшно против нас, потому что считали, что мы украдем воду, свет. Ну, в общем, сделаем их жизнь невыносимой. Были бабушки, которые кричали, дайте нам спокойно умереть, не нужны нам ваши дети, они тут визжат. Я говорю, ну, конечно, если у вас тут будут парковаться машины, и вы будете дышать выхлопными газами, это отлично. Или если у вас тут будут собираться пьяные компании, а, собственно, это и было до катка, мы очень помешали вот этим вот людям, потому что мы провели там освещение, им пришлось уйти. К чему я это говорю? Потому что те бабушки, которые были категорически против, а такие бабушки есть в каждом дворе, и каждый наш волонтер в своем дворе сталкивается с этой проблемой, за временем почувствовали социальный эффект. К этим бабушкам стали приезжать их внуки, и они почувствовали себя нужными семье. Семьи объединились, и эти бабушки, схватив лопаты, вспомнили свою комсомольскую юность и начали кидать нам снег. Теперь я им говорю, пожалуйста, не надо нам помогать физически, у вас там что-нибудь случится с поясницами, потом мы будем виноваты в этом. Ну, они очень активничают, и сейчас наши коллеги и друзья, так что все налаживается. Прекрасно. Я вижу, что вы с собой сегодня захватили брошюры, книги. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Брошюры, собственно, это то, чем мы занимаемся. Коротко там написаны наши контакты, и что мы делаем. Мы развиваем концепцию массового спорта в шаговой доступности. Это означает, что мы не строим площадки где-то на улицах, мы строим площадки в дворах. И самое главное, от чего мы исходим, это от желания самих жильцов. В первую очередь, сами жители должны проявить свою инициативу. Мы со своей стороны ищем компании с инвестициями, которые готовы проявлять свою социальную ответственность. Если мы находим такой двор, где есть группа волонтеров, мы находим компанию под этот двор и строим там площадку. На данном этапе переговоры идут очень активно с разными компаниями. Под каждый двор выделяется разный бюджет, потому что все зависит от того, какая там квадратура, какие изначальные данные. Но если жильцы не проявляют позиции своей активной, мы никогда не пройдем ни в какой двор и не будем ничего просто так делать. Что такое активная позиция? Что должно исходить от жильцов? В первую очередь, это родители, которые должны организовать группу добровольцев, которые соберут подписи среди жильцов в пользу строительства этих площадок. Сами. Я не буду ни в ком дворе это делать. Мне хватает своего двора. Договорятся с КСК, которые скажут, что они возьмут на баланс эту площадку, потому что завтра я не буду приходить на эту площадку и подметать ее. Сами жильцы и КСК будут поддерживать ее. Кроме всего этого, нужно будет сделать запрос в управление земельных отношений. Дело в том, что с советского времени практически в каждом дворе, вы знаете это по своему детству, остались площадки. Эти площадки, как правило, сейчас в заброшенном состоянии. Но у этих площадок есть статус спортивных площадок. И я хочу, чтобы зрители знали, что никакой деятельности, как парковка или сауна или что-то еще там не может быть. У этих площадок по закону статус спортивной детской площадки. Если жильцы и КСК, то мы сами жильцы можем благоустраивать эту площадку в той квадратуре, в которой она сейчас есть, не выходя за ее пределы, по сути, без каких-то специальных документов. Но, конечно, мы должны понимать, что если это каток, то нам нужно заручиться поддержкой в Горводоканале, потому что должен быть доступ к воде, и за него нужно платить. И платят за это сами жильцы. Я не сижу на бочке золота и не раздаю деньги налево и направо. По сути, все это началось с нашей семьи. Мы сами это начали делать. У нас нет никаких суперкрутых спонсоров или бизнеса какого-то, который бы помогал нам. То есть каждый раз это новая компания, к которой мы идем. Тем не менее, еще бы хотела добавить, что наш проект в декабре общественный фонд «Rich for Change» на встречу переменам признал лучшим из 150 заявок как проект, меняющий жизнь детей, казахстанских детей к лучшему. И почему они нас выбрали? Потому что наша модель масштабируема. Такая площадка может появиться в каждом дворе, если этого заходят сами родители и сами жильцы. И мы можем помочь с алгоритмом, с написанием писем, с привлечением инвестиций. Но самое главное – это позиция людей. И делаете вы все это бесплатно? Мы делаем бесплатно практически все. И делали абсолютно все бесплатно первые два года. Сейчас мы поняли, что мы не хотим зависеть от компаний. Я не хочу думать о том, что завтра какая-то крупная компания не даст мне денег. И я вынуждена буду просто закрыть проект. Поэтому родителям мы предложили скидываться на зарплаты тренерам. Что они и делают? Наша идея – выйти на самоокупаемость, самодостаточность, чтобы проект жил. И мы предлагаем родителям оплачивать работу тренеров. За прошлую зиму у нас каждый день были тренировки по хоккею, по бенде, по фигурному катанию. Они были супер дешевыми. Родители платили тысячу тенге тренеру на зарплату. Но нужно еще говорить о том, что есть категория детей, которые в принципе платить не могут. Это дети из неблагополучных семей, дети из неполных семей, дети из многодетных семей. С таких детей мы не берем денег никогда. Анна, мы прервемся на небольшую паузу. И прямо сейчас предлагаем посмотреть сюжет о благоустройстве детских площадок в Шимкенте. Это необычный двор самой обычной многоэтажки Шимкента. Качели и горки здесь перестали быть главным развлечением, когда на детской площадке поселились жирафы, волки, мишки, улитки. Все сделано из подручных материалов. Из соседних дворов к нам это часто приходит, так как у нас это намного уютнее, чем у них. Красиво, чисто. Это бабушки Вали превратили свой двор в сказку. С раннего утра старушки в делах. Подмести, покрасить, поли сделать новую зверюшку. А затем уследить, чтобы ничего не сломали. Начинали с обычной клумбы и не ожидали, что так затянет. Нам просто самим приятно, что у нас красиво, что у нас хвалит. Нам здорово. Все проходящие звери. Поэтому мы до 100 лет будем жить. А этот двор считается лучшим в области. Так решила специальная комиссия. Здесь разрисовали подъезды, посадили цветы в клумбы. Нашли применение и пластиковым бутылкам. Вот за этим необычным столом, сделанным из шин и крышек, жители собираются каждый вечер. Здесь же смастерили дерево из пластиковых бутылок. В этом дворе вторую жизнь дали и засохшим деревьям. Теперь здесь круглый год. Есть зеленые березы и рябина. Хозяйничает тут гольярты Кбаева. На ее территории всегда светит солнце, а за порядком следит скромная Аленушка. Но неугомонный домком решила сделать двор еще красивее. Не доделали. Это процесс работы идет. Вот сюда тоже будут крышки у нас. И будет радовать глаза. Теперь дворы хэдмейд в Шемкенте больше не исключение. А норма признаются чиновники и добавляют. С каждым годом их становится больше. Чтобы поощрить народных умельцев, даже организовали акцию «Чистый город». Уже второй год подряд в ее рамках выбирает лучший двор и лучшую улицу. Отличившихся и в этом году ждет денежная премия. Мы продолжаем беседу с руководителем общественного фонда «Спортконцепт» Анной Шелеповой. Анна, к вам приходят профессиональные тренеры, которые дают мастер-классы. Какие успехи у детей интересны? На самом деле для меня было очень неожиданно, что у многих детей оказались настоящие спортивные таланты. Как в советское время детей отсматривали в школах или на детских дворовых площадках и забирали в большой спорт. То же самое, по сути, происходит сейчас и на наших площадках. Около 10 детей ушли, например, в профессиональный хоккей. Для меня это стало неожиданностью, потому что я, собственно, не отслеживала дальнейшую судьбу. Но когда я пришла на тренировку к своему сыну, который занимается профессиональным хоккеем, ради которого вообще начался весь этот проект, я обнаружила, что у нас там уже полдвора, на самом деле, играют в хоккей. И в том числе девочки. Некоторые из них ушли на фигурное катание, а большинство детей, несмотря на то, что каток растял, продолжают заниматься роликовым спортом. И наша идея как раз в том, чтобы создать первую ассоциацию роликового спорта в Казахстане. Потому что для роллеров тоже совершенно негде, и нет никаких мест, и нет никаких условий. Идея еще и в том, что сама площадка, она стала, по сути, местом, таким сообществом для волонтеров, добровольцев. И построив каток, мы построили субкультуру определенную. К нам стали приходить дети из неполных, неблагополучных семей. И для многих из них это действительно стало шансом для того, чтобы познакомиться с другими детьми, подружиться, раскрыться, научиться каким-то спортивным азам. И да просто нормально жить, да, нормальной обычной детской жизнью. Есть несколько других примеров. Есть родители, которые нас безумно благодарят за то, что раньше детей они не могли оторвать от планшетов и гаджетов, и сейчас не могут загнать домой. Для кого-то из детей площадка стала еще и мотивацией к учебе. Как-то я видела девочку, которая шла и ревела по двору, и я спрашиваю, а в чем, собственно, проблема у ее отца? Говорит, она получила тройку, она не пойдет сегодня на каток. И девочка ревет на самом деле не из-за тройки, а из-за того, что ее не пускают на каток. И таким образом это становится мотивацией к учебе и к здоровью. И многие родители говорят о том, что у детей прошли приступы астмы, кто-то просто перестал болеть зимой ангиной. И сейчас мы живем от сезона к сезону, потому что все бабушки, дедушки, родители ходят вокруг катка, говорят, ну когда же мы уже начнем опять кататься. Вы сказали о волонтерах, которые живут в этих дворах, то есть инициативная группа. Быть может, сейчас среди наших зрителей есть те люди, которые хотят примкнуть к вашему общественному фонду, быть полезными в социальной сфере? Вы знаете, мы настолько открыты любым предложением, абсолютно любым и каждому человеку. Буквально несколько дней назад ко мне пришел парень, который сказал, почему у вас нет шортрека? Давайте я вам помогу его организовать. Я сказала, welcome. Другой человек подошел и сказал, я работаю с детьми из неблагополучных семей, у которых еще и диабет. Им очень важен этот проект. Я сказала, окей, мы найдем спонсоров, найдем им экипировку, купим им ролики, оплатим зарплату тренеров и постараемся сделать так, чтобы они занимались. Есть волонтеры, которые физически строят эту площадку, есть волонтеры, которые приходят и дают деньги. Например, у нас этой зимой был случай, когда пришел мужчина и дал приличную сумму, перечислил на счет фонда. И сказал, не называемый его имени нигде. Я говорю, хорошо, но я знаю, что у тебя нет детей, ты совсем не спортсмен, и вообще зачем тебе это надо? Он мне сказал, я просто живу несколькими кварталами ниже, и я вижу, как сильно изменилась атмосфера вот в этом квадрате, в этом микроучастке. Я хочу, чтобы это было дальше. И сказал, я дам тебе сумму, но ты должна сказать, на что ты ее потратишь. Я предложила ему 10 пунктов, из которых он выбрал 2 пункта. И мы благодаря этим деньгам сделали пандус для детей-инвалидов. Собственно, смогли делать инклюзию, потому что теперь дети-инвалиды к нам тоже приходят, и наши волонтеры, которые постарше, этих детей просто берут подмышки и катают по катку, занимаются с ними. То есть мы абсолютно за любые варианты, физические, материальные, творческие, какие угодно, я открыта просто ко всем предложениям. И, кстати, одно из самых, наверное, креативных предложений, которое было в последнее время, и которому я вообще просто очень благодарна, это есть новая пиццерия, которая предложила из каждого банкета покупать нашим детям ролики или коньки. Я сказала, конечно, да, это супер, но были случаи вот к теме оплатно или бесплатно, когда приходили ко мне родители и говорили, ой, мы вот такие несчастные, вот у меня только там бабушка говорила, там только одна дочка, она воспитывает ребенка, нет отца, там и так далее, да, помогите нам. Я находила деньги, я привлекала инвестиции, мы покупали экипировку. В итоге эти дети не приходили. И я понимала, что на самом деле это детям не важно, они не мотивированы. И вот с этой пиццерии, возвращаясь к этой истории, мы договорились так, что ребенок пишет письмо нашим тренерам о том, почему он хочет заниматься спортом. Условная тема, я люблю спорт. Приводит еще одного ребенка в спорт и получает свои коньки. То есть, по сути, это такой сетевой маркетинг во благо здорового образа жизни для детей. То есть, мы используем и придумываем совершенно разные варианты и готовы сотрудничать вот просто с любыми вариантами волонтерства. Меня всегда можно найти в социальных сетях, меня всегда можно найти, в принципе, и наши контакты все доступны в интернете. Сейчас мы готовим сайт, где будут конкретные истории детей, чтобы люди видели, для чего мы это делаем, кому мы это делаем. И там тоже будут все контакты и возможность помочь нам. Анна, огромное спасибо за эту встречу, за позитивный настрой, за те общественные дела, которые вы делаете в завершении нашей встречи. Может быть, какие-то пожелания зрителям нашего канала этим прекрасным августовским утром? Да, конечно. Я с удовольствием бы хотела сказать о том, что если у вас есть мечта, ее нужно реализовывать. И не бояться выходить из зоны комфорта. Любой человек может изменить свою жизнь, как он захочет. Просто нужно делать для этого что-то. Друзья, еще раз напоминаем, что сегодня гостьей программы «Кайрлэтан» была Анна Шелепова, журналист, общественный деятель, руководитель общественного фонда «Спортконцепт». Но сейчас время посмотреть дайджест зарубежных новостей. Самец гигантской панды по кличке Сяолиу из зоопарка Сан-Диего отметил свой третий день рождения. Ради такого важного праздника смотрители не пожалели усилий. Для панды закатили настоящую тематическую вечеринку и подготовили десятки аккуратно завернутых подарков. На радость посетителей Сяолиу не успокоился, пока не открыл каждый из них. Также любимец публики получил двухъярусный торт, сделанный из фруктов, овощей, подкрашенного льда и увенчанный букетом из бамбуковых ветвей. На его изготовление ушло несколько недель. На свой день рождения Сяолиу получил ледяной торт от нашего лесного департамента. Он был сине-оранжевый, с большой цифрой 3. Также у него была пиратская вечеринка. В вольер поместили сундук с сокровищами, пиратский корабль, несколько пиратских флагов с попугаями. А в качестве специального подарка, который может пригодиться и в будущем, Сяолиу получил новые качели. Прибытие участников соревнований скорее напоминало карнавальное шествие. Но несмотря на легкомысленный вид, спортсмены настроены решительно. 15 команд из разных стран, хотя большинство участников немцы, собрались в городе Ботроп на западе Германии. Здесь уже в четвертый раз прошел всемирный чемпионат по метанию дамских сумочек. Команда из Нитерландов нарядилась в буа традиционного оранжевого цвета, а спортсмены из Ямайки прибыли в растафарианских шапочках. Подготовились участники основательно, но по словам судьи, для победы важны не только спортивные навыки. Вы можете готовиться, как вашей душе угодно, но самое главное – это момент, когда вы совершаете бросок. И мы, судьи, Роберто и я, должны оценить второстепенные аспекты – как спортсмен чувствует снаряд, как он бросает, хореографию движения. Помимо спортивного аспекта, есть еще и оценка грациозности. Участники должны не только соблюсти баланс между силой броска и его изяществом, но также придерживаться строгих правил. Вес сумочки, которые швыряют дамы, не должен превышать килограмма. Мужчинам выдают снаряды весом до двух кило. В этой нелегкой борьбе прошлогодним чемпионам команде из Австрии все же удалось защитить свой титул. Дорогие зрители, наша программа подошла к концу. С вами были Зара Синаман и Чингис Капин. Желаем вам доброго утра и отличного дня.